С 10 по 13 марта в городе Щучинск на базе военного колледжа имени Шокана Олиханова и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны Республики Казахстан прошла первая республиканская спартакиада воспитанников военно-патриотического движения Жасарбас и республиканских школ Жасулан. По ее результатам североказахстанские ребята стали победителями, показав отличные результаты. Моя коллега подробнее. Прошедшая спартакиада посвящена 30-летию вооруженных сил Казахстана. 80 юных патриотов со всей страны 4 дня соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, потягивании на перекладине, лыжных гонках и военизированной эстафете. Поразили всех своей физической подготовкой ребята из Североказахстанской области. Студенты Североказахстанского профессионально-педагогического колледжа Евгений Масиенко и Станислав Лосеев. Евгений стал лучшим во всех дисциплинах и занял первое место. Соперники были в целом все хорошие, хорошо подготовленные. Также спортсмены были проведены с западного Казахстана, очень хорошие. Ну, мне больше повезло, мне выиграл. В командном зачете североказахстанские спортсмены завоевали Кубок чемпиона. Второй стала Западноказахстанская область и третье место у команды из Нурсултана. На базе нашего колледжа мы готовим студенческая лига именно по видам спорта среди ТИПО, среди колледжей, где будут проходить в городе Алматы и Нурсултан. Где мы являемся чемпионами 2019 года по футзалу среди юношей и четвертое место среди девушек именно по футзалу среди вузов и ТИПО. Сегодня на базе Североказахстанского профессионально-педагогического колледжа студенты тренируются по 22 видам спорта, в том числе президентскому зимнему и летнему многоборью, легкой атлетике. Все это позволяет ребятам показывать высокие результаты на турнирах различного уровня. Анастасия Дройняк, Анатолий Белонок, Служба новостей.